А в эти минуты под председательством президента Шавката Мерзиёева проходит видеоселекторное совещание по вопросам строительства и совершенствования обслуживания многоквартирного жилья. В нашей стране проводится масштабная и адресная работа по обновлению облика городов и сел, созданию достойных условий жизни для населения. За последние три года сдано в эксплуатацию жилье на 155 тысяч квартир общей площадью 41 миллион квадратных метров. Количество многоквартирных домов увеличилось вдвое. С появлением новых домов в современных массивах возрастает актуальность их обслуживания. По данным опросов населения, 35% жителей многоквартирных домов не удовлетворены предоставляемыми услугами, а 65% отметили, что не ощущают работу товариществ. Это обусловлено и тем, что многие товарищества находятся в тяжелом финансовом положении. Наблюдается низкий уровень обслуживания и, соответственно, доверие к ним. Несмотря на предоставляемые льготы, им не хватает ресурсов для своевременного погашения кредитов. Вместе с тем, известны многочисленные случаи неэффективного использования средств в сфере жилищно-коммунального обслуживания, хищения бюджетных средств. В частности, за последние два года около 100 должностных лиц сферы были привлечены к ответственности за коррупционные преступления. На совещании обсуждены приоритетные задачи по улучшению обслуживания многоквартирных домов и обновлению жилищного фонда. Отмечалось, что обслуживание некоторых массивов в областных центрах, а также в городах Нукуси, Черчаке и Ангрене в качестве эксперимента будут переданы квалифицированным управляющим сервисным компаниям. Будет внедрена рейтинговая оценка деятельности этих компаний. Компании и с лучшим обслуживанием получат больше объектов. Во всех управляющих сервисных компаниях будут организованы круглосуточные центры приема заявок. Еще одна важная проблема заключается в том, что во многих случаях задолженность товариществ возникает из-за дисбаланса в стоимости услуг. Отныне минимальный набор и нормы услуг по содержанию жилья будут утверждаться местными кенгашами по согласованию с населением. При этом территориальное управление ЖКО должно будет попунктно обосновать параметры тарифа, проведя презентацию планируемых работ и услуг. Малообеспеченные семьи, включенные в реестр социальной помощи, получат субсидии по обязательным платежам на содержание жилья. Министерству развития информационных технологий и коммуникаций поручено запустить с 1 октября текущего года единую электронную биллинг-платформу для платежей ЖКО. Указано на необеспеченность 3000 новых многоквартирных домов услугами по содержанию. Отмечена необходимость создания управляющих компаний и повышения квалификации работников. В текущем году планируется провести реновацию 212 двухэтажных домов, находящихся в аварийном состоянии. Кроме того, в этом году предстоит отремонтировать 2400 многоквартирных домов, а в ближайшие два года – 4100 домов. Для этого при Министерстве жилищно-коммуниального обслуживания будет создан специальный фонд для финансирования ремонта домов. Его средства будут формироваться из-за республиканского и местных бюджетов в равных долях. В нынешнем году на эти цели будет направлено 220 миллиардов суммов. Хакимам областей даны поручения по эффективной организации работ по реновации и ремонту с целевым использованием указанных средств. Особое внимание на совещание уделено модернизации отопительной системы. К сетям централизованного теплоснабжения в городах подключено 15 тысяч многоквартирных домов. Но 2000 километров трубопроводов находятся в аварийном состоянии, а потери в сетях составляют в среднем 40%. В связи с этим поставлена задача подключить к централизованному теплоснабжению более 2000 многоквартирных домов до конца года, выполнив строительство и реконструкцию 56 котельных, ремонт 205 километров сетей. Целью строительства новых многоэтажных домов в виде целого массива является экономия энергоресурсов, снижение затрат на инфраструктуру. Однако ни в министерстве, ни в регионах не выработан единый подход к этому вопросу, сказал Шавкат Мерзиёев. Отмечена важность перевода жилья на современную модель теплоснабжения, привлечения к этому частного сектора. В нынешнем году строится 183 новых жилых массива. К ним будет проложено 185 километров сети питьевого водоснабжения, 290 километров канализации, 130 километров сетей электро и 110 километров сетей газоснабжения. На это необходимо 415 миллиардов сумм, и уже определены конкретные источники финансирования. Ответственным лицам поручено обеспечить массивы инфраструктуры. В эти минуты видеоселекторное совещание продолжается. Подробности в наших последующих информационных выпусках.